Вот так, я сейчас закрою тут, а то уличный свет меня забивает. Раз, два, три. Как будто бы направилась, да? Да, нормально. Меня слыхать? Слыхать. Так, Володя, зажги здесь свет, и там маленько придернишь шторку. Так, слушай, говори. Христос воскресе, и вот некоторые вопросы хотел задать. Давай, жду. Некоторые я даже задавал, но мне по-разному отвечал, и я просто хотел, чтобы от вас ответ послушать. Это по заповеди блаженства, которая звучит, блаженный нищий духом. И вот, блаженный нищий духом, это вот как понять, каким духом нищий? Ну, вот такой вопрос. Настроением душевным все время в себя ощущает немощь, недостаток. Я ничего сам не могу. Это делает только Бог. Нищета. Нищий, простой, который, у него нет ни на хлеб, нет ни на жилье. Он зависимый от Бога везде. Так и в духовном плане. Я бы сделал, кажется, я все-таки кончал, учился, а я осознаю, это не тот уровень. Я не могу ничего делать. Я немощь и нищий. Нищий совершенно. И поэтому я прошу у Бога. Все и во всем Бог. Потому что он мне дал, я ответил. Мне это нельзя было ни запомнить, ни понять. Нищета духа, ощущение внутреннее рассмотрения, что я совершенно никакой перед Богом. Нуль. Апостол Павел говорит, и сеющий, и поливающий. Нищто. Нуль. Это нищета духовная. Духом, то есть настроением, которое внутри меня превозмогает все. Я не скажу, я полон, как мех вином. Поэтому мудрость такая, Давыд говорит. В том плане он говорил правильно. А в которой сейчас, сегодня, этого недостаточно. Мы ощущаем полную, совершенную неспособность что-либо решить, сделать, правильно ответить. Подобрать нужный ответ. Первый вопрос всегда решается. Надо ли отвечать? А потом уже сколько вариантов. Я отвечу так, а вон так. Это как шахматная игра. Я не знаю как. Я доверяю Богу. Доверяю. А потом меня спрашивают, а почему вы так ответили? Я не знаю. Это не мои слова. Это Бог сказал. Бог через мой язык сказал. Почему? Я открыл место Писания. А не то, что там я слышал. Я не слышал голосов никаких. Бог положил мне мысль просчитать. И вы согласились с этим. Почему? Ну, это так Бог сделал. Вот так. Ясно. То есть это от своих каких-то даров, талантов не зависит, да? Нет. И даже дары, таланты это от Бога. Что ты получил, чего ты не получил, Павел говорит. Чего ты хвалишься тогда? У тебя все. Глаза, уши, рот, земля, воздух, желания, мышцы. Это все Божье. Я Богу принадлежу. Ты соткал меня внутри матери. Псалом 138. Зародыши мои видели очи твои. В твоей книге записано все дни для меня назначены. Он знал, какие у меня будут сочленения, пальцы. И это все его. Плодородие земли его. Я ничего сам не могу. Все и во всем Бог. Это нищета духовная. Понятно. А сатана говорит, я сяду среди звезд на север, на краю севера и прочее. 14 глава пророка Исаии. Из Икиля 28 глава. Он горд и пал от гордости. Это апостол Павел выводит из того стиха, где говорится, что его пресетера, священники, не ставить из вновь пришедших. Из вновь начальных. Чтобы он не возгордился и не пал вместе с сатаною. То есть сатана пал от гордости. Это Ян Златоуст. То есть нищие духом это как бы и смиренные они очень, да? Смиренные это просто, я не смиренный, это бывает от природы такое. А это ощущение в себе полной немощи, зависимости от Бога. Я не могу ничего. Все ясно, ясно. Я в полном сознании, ума сознаю, что даже я это соображаю, бывает, я иногда соображу. Но это не мое, это твое. Ты нищ и гол. Ясно. Это в оскорении говорится. Ты, говоришь, разбогател, ни в чем не имеешь нужду, а не знаешь, что ты и нищ, и гол, и слеп. Понял. Понял. Вот второй вопрос такой. Времена меняются, и Слово Божие не меняется. Оно как было неизменно, так и есть ведь. Оправдывается ли это вот в наши современные времена человека, как сказать, оправдываются ли какие-то послабления там или еще что-то? Ну, может ли человек сказать, что сейчас я не в силах, допустим, что-то выполнять евангельское или еще что-то, как бы Слово Божие следовать из-за того, что вот сейчас такое тяжелое, трудное для кого-то время, может быть, или еще что-то. Вот это может ли служить оправданием? Никогда и ни для кого. Слово Божие навеки дано. Но бывает иногда такое, что написано, не ешьте задавленного зверем, звероядина. И особый ценитель канонов, протопопа вакуум, когда в Даурию он был создан под водительством, присмотром воевода Пашкова, когда 470 своих солдат он уморил, он говорит, я, аз многогрешный, приложился звероядине. Звери там лося заели, а я взял кости и там долбил мозг, достал, чтобы ребятишек покормить. Ну, когда приехал, он, очистительные молитвы есть. То есть ему выхода никакого не было, смерть. Смерть. И поэтому он оправдания тоже мог умереть, мог умереть, мог, но и нарушить здесь ничего никому ты во вреда-то не делал, Бог это имеет в виду. В нормальной обстановке, это и сегодня может быть такое, нарушение поста. Вот во время Великого Поста рыба запрещается. Только на Благовещение и на Верное Воскресенье. А в Соловецком монастыре сущая, то есть сушеная рыба. Почему? А у них хлеба-то никакого нету. У них нет хлеба, и они, понятно, но мясо нигде не разрешается, нигде. Это понятно, да, телесного поста ясно. А вот такой еще вопрос. Вот, допустим, некоторые священники говорят, что, ну, как сказать, если суровую эпитемию как бы наложить на прихожанину, на верующего человека, то он может вообще потом и не прийти, и вообще от веры отпасть, от церкви отпасть, перестать приходить на богослужение. Евгения, не надо рассуждать. Бог сказал, и ты выполнил все на этом. Суровая эпитемия, эти батюшки называются любвисты. Они развратили все. Почему вот на дорогах, чем строже, больше нарушений, тем строже закон принимается. Отнимают права, штрафуют, сейчас такой штраф, ты полжизни будешь работать. Никогда не было так, чтобы сказали, сейчас такой человек слабый, ну, мама там, он с устатку выпил, ну, там, у него лишнее, там, промиле и прочее. Еще подобного, по полной катушке дадут. А в духовном, то же самое. Мы живем в том же городе, где все. Эпитемии, которые у нас есть, ни у кого больше нету, ни в одном храме. У нас такая же, такие же люди, и так же впадают в грех, могут там бороду помыть. Ну, такого нет там, чтобы там аборт или что-то такого, такого нету. Ну, такое вот, пост там нарушил кто-то, где-то был там, пост нарушил, отлучаются там на два года. И он стоит, бороду подправил, пока не выросло. Он глухонемой. И стоял вместе с оглашенными. То есть, а если человек в лут впадет, например? Значит, у него там канон апостола этого, Василия Великого. Если мужчина там, то на семь лет, на пять лет. Если при любодеянии, ты женат был там на семь лет, а женщина на десять лет. И Василий Великий говорит, это несправедливо, один и тот же грех. Но по-другому пока нельзя. Ну, врага-то большие, то есть и их тоже надо выполнять? А как же, как же. Сотрудничество с врагами, когда они были, и вот сексотища, которые епископы были, и кого-то арестовали, и кто-то где-то был убит. Срок отлучения до тридцати лет. А он уйдет. Ну, это его выбор. Он взял выбор. А рассуждать не надо. А он уйдет, не придет. Да он не уйдет. Он с собой распоряжается, он вольный казак. Канон, его надо выполнить. Вот как начинается пост, так бабки все лезут. Батюшка, разреши гастрит, перитонит. У нас ни одна не подойдет. Батюшка заранее объявил бесполезное дело. Я не власти над канонами. Мое дело объявить. А я нарушу. Ну, нарушу, будешь мне в церкви стоять, в коридоре, на улице. А уйдешь, да. И мы никого не держим. Дверь открытая. Встань и уходи. Перед Богом я должен оправдаться. Я блюститель законов этих. Понятно. Спасибо. С этим ясно все. Далее такой вопрос. Это немножко уже такого практического характера. Я в ваших роликах посмотрел. Что-то у вас сильный свет падает на лицо. Прямо белое все. Это у нас солнце. Вот так лучше. Так пускай будет. И там это. Вопрос. Я ролики ваши видел некоторые. По поводу вспашки земли. Как правильно пахать землю. И там вот ответы были. Но я хотел вот именно в видеоварианте от вас ответ получить. Как правильно вспахивать. Вы там интересно очень мысленно сказали. Как правильно вот с черноземом обращаться. И чтобы урожай был хороший. Так это не я сказал. Там же указано какой. Фолклер американский написал книгу «Безумие пахаря». И у нас сосед так и делал. Специальная селка. У нас такие кажется и не делают. И он вот как убирает осенью урожай. Все. Он не прикасается. И без слой по этой стерне, которая остается там. Она сразу врезает и туда зерна кладет. И они вырастают. Сорняка нету. Влага не куда-то. Влага вся здесь находится. И она не выпаривается. И пыльной бури никогда нету. Ну что это говорить. И урожай в два раза больше. А. Ясно, ясно. А вы не пробовали так у себя? Я не пробовал. Я не пахаю. У меня ничего нету. А ваш брат? Священник Яркен. Брата нет. Фермер, который есть, он так не может. Там дорогие селки. И проще. Но рядом, который к нам приезжает в гости, Андрей Долгов. Ну, у нашего жвё фермерно там 180 гектаров. А у этого 6,5 тысяч. Тысяч? Одного. Сколько? 6,5 тысяч. Гектаров? Да. 6,5 тысяч? Да. Ничего себе. Это у кого это? Рядом в деревне Женя Долгов с нами живёт. Наш, так сказать, близко знакомый. Подстепная, скажите. В Потеряевке, да? Подстепная. Подстепная. Это 16 километров от нас. Угу. Ну, приезжает. Он с нами на благовестие ездил. Ты опять свет там дай дал лишний. Убери его. Закрой. Понял, понял. Вот так вот лучше, вот так вот. А то лица не видать, просто белое пятно. Да, я понял. Так, слушаю. Хорошо. Ладно, это об этом ясно всё. Угу. Далее, такой вот вопрос. Я вот иногда занимаюсь авторской песней. Ну, концерты свои, позитивные такие, песни хорошие. Есть и о Христе песни некоторые. То есть специальный такой блок, как бы, песен 10-12, наверное, вот на эту тему. И такие, и тоже, ну, просто позитивные. Вот. И у меня иногда, я договариваюсь с домами культуры, там, и в некоторых местах могу выступать вот так вот. Ну, я очень редко это делаю. Но, тем не менее, есть такая возможность. То есть администрация меня знает, и директора там, вот некоторые знают, что я бард, автор-исполнитель своих песен. И они как-то способствуют, даже помогают иногда. То есть дают зелёный свет на сцену. Но я хотел вот с вами посоветоваться. Могу ли я, допустим, если у меня создаться такая возможность на своих концертах, там, перед концертами или после концерта, раздавать людям Евангелие бесплатно, которые захотят это. Принять Евангелие. Конечно. Это мысль... Очень хорошая. А я хотел спросить, вот слова, кто эти пишет вам для песен? Я сам, сам. А нельзя бы как-то их посмотреть? Вы выставьте в Mail.ru несколько песен. И слова, и музыку, и тексты, всё сам, и пою сам. Так, а вы не хотели бы попробовать вот на мои стихи зайти, они у меня напечатанные, и взять их на музыку? Это для меня трудно, тяжело. А вы слышали, вы слышали, на мои стихи поёт Виктор Савченко? Он музыку сам. Я слышу, да-да-да, слышу. Мне понравилось. У вас и выступление на Пасху там было, вот они где-то тоже. Ну там что-то другие. А, вот только свои, значит, делаете. А вот где вы были там новоапостерские и прочие, у них хорошее стихотворение песнопение-то? Ну есть неплохие, очень даже хорошие есть. Ну так их нельзя там со сцены петь-то. Я, в общем, ихние песни возьму и как-нибудь вам там пришлю. И я имею в виду, я вот как, я только свои могу сочинять и музыку на свои придумывать. На чужие я не профессионал, я самодельный артист. И для меня очень трудно на чужое, на чужой стих придумать музыку. Трудновато это. Ну я, может, и могу это сделать, но очень трудно для меня. Это нелегко у меня идёт. А вот свои песни, как говорится, ну как, которые я написал, знаю, иногда и сразу песня, и текст, и музыка сразу иногда идёт. А иногда стих придумывается, стих сначала, а потом уже музыка придумывается. А вы всё-таки попробуйте, посчитайте стихи. Виктор Ставченко, Виктор Николаевич, вот он мои стихотворения, я только на них пишу, он где-то стихотворений 80, наверное, положил на музыку, поёт. Вот есть такие строительные ответства, слышали? Да. Дьякон возглашает премудрость воинам. То есть распрямите и станьте прямо. Не в дремоте, как боевые кони, готовые в бой через брустверы и ямы. Есть такие вот, допустим, моя биография, где написано «Пример к себе своим воображением». Там есть такое последнее так. «Я с Моисеем на своей вершине. В последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня, гнались до упаду. Я отошёл, не досягаем вам. Прощай, земля, азар, закон ограда. Мой труд, следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на всё гляжу». Да, хорошее стихотворение. У меня такое на море было, когда случается большая беда. Корабль опрокидывается. И я в конце последняя строчка. «Когда мой корабль опрокинет пучина, А рот поперхнётся волной, Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной Других я увлёк за собой». Угу. Тоже прекрасно. А вот у меня такое стихотворение «Свет божественной любви». Ну, может быть, его ещё надо там немного отредактировать, но оно вот так вот звучит. «Свет божественной любви ты в своё сердце восприми, Среди хаоса, мрака, тьмы веру правую храни. И всем, кто встретится в пути, Дари тепло своей души, Исполни в заповедь любви». Или что-то там ещё. Ну, в общем, я забыл одну строчку, но там, как сказать, о Христе есть тоже. «Христа храни». Вот что-то такое. Я просто забыл это в рифму, но тем не менее. Ну, понятно, понятно. Ну, вы всё-таки загляните ко мне и найдёте стихотворение, которое не положено на музыку. А оно может у вас сразу... Есть такие стихотворения у меня, они прямо только читаешь, а она даже не читается, а напивается. Приходит мотив. Иногда даже схожий. Да, такое бывает, да, сочиняешь музыку. Костёр, у меня песня написана отдельно для костра, костровая песня «Костёр гори». И отдельно для лагеря. Лагерь сам в степи, на навозной куще. Что может быть круче? Вот там ребятишки поют. Ну, ладно. Так, ещё вопрос. Так, и вот, значит, вот эти вот концерты, ну, авторской песни и вот раздача Евангелия, это естественно, ну как, я так считаю, что надо делать с разрешением местного священника и с благословлением его. То есть, не... Евангелие раздавать никакого благословения не надо. Это прямое повеление. Боже, священник тут ни при чём. Ну, ему можете сказать, благословите. А он скажет, я не разрешаю. Тогда никакого благословения не надо. Он не может запрещать. Это превышение полномочий. Он просто антихристом будет. А вот в своей авторской песне тут как скажет, так и сделаете. Ясно. Понял, понял. Никаких священников, ни епископов, ни патриархов нет. Это моё дело. Я приобретаю, я дарю. Блаженные благовествующие. Прекрасные ноги благовествующих в мире. Понял. Это ясно. Спасибо. И данное такое. Следующий вопрос. Вместо спасибо, говори, спаси Христос всегда. Спаси Христос, да. И на людях везде привыкни это дело. Это другой результат будет. Слушаю дальше. Вот. Сейчас я недавно прочитал в интернете тоже. Проводится акция всероссийская. Всероссийского масштаба. Акция «Евангелие в каждый дом» называется. Вот. Сейчас я даже это... Ну ладно. Это делает сибирский какой-то отдел. Из Москвы. Он в Москве находится. И вот я увидел Красные Евангелия. Такие как раз вот у вас, которые были там с крестом православным. Такие вот такие яркие, красные, хорошие. И вот такие книги, они рассылают всем желающим принять в этом участие. И раздавать эти Евангелие везде, где придется. То есть и на улицах, и в магазинах, и там в торговых центрах. Но то есть только кто хочет взять его. То есть они показывают, объясняют, рассказывают коротко. И кто желающий проходит, он может взять. То есть без навязывания, но информацию такую вот как бы. И вот в Татарии тоже такая. В Татарии, вот у нас рядом граничит Татария, Башкирия. Вот. Тоже такая акция идет. И вот, как я понял, это любой желающий может выписать. Они так и пишут свой адрес. И говорят, если вы желаете принять в этой акции участие, то напишите нам, и мы вам бесплатно пришлем книги, вот, Евангелие. И вы распространять будете. А мы покупали Евангелие, покупали. И мы раздали 30 тысяч. 30 тысяч в каждый дом заходили. В каждый дом, село со всех сторон, машины идут двое. И мы вот так баражировали. В каждый дом заносили Евангелие. А потом людей собираем в Дом культуры три часа. Вот, вот. То есть, принять в такой акции тоже неплохое дело, мне кажется. Конечно. Ну, только я говорю, что мы покупали. А так, полноценная она тогда будет. Ладно. Там Сибирский благовестник, по-моему, они называются. А я думал, эта организация от вас идет. А потом-то прочитал, там город Москва написано. Да. А мы ни с кем не сотрудничаем здесь. Потому что они не знают и не хотят. Вот мы и едем на благовестие. Вот сейчас мы готовим отправку груза только. Четыре тонны литературы. Нашей, личной. У нас, которые акции мы проводим, нас-то мало. У нас на пальцах пересчитать было бы в общину большая или что-то. Но вот за два года только мы подарили на 7 миллионов 150 тысяч. Вот и все. Да, это большой объем, действительно. Так у нас приезжало библейское общество. И мы у них в течение года вышли на первое место, он говорит, по жертве, которую мы делали. Мы всегда шестидначные цифры собирали. С маленькой общины, совершенно маленькой. Там работоспособных, я не знаю, 20 человек есть, нет. Остальное пенсионеры. Ясно. Ну вот, Игнатий Тихонович, у меня все. Вот так я коротко вышел на связь. А я вот Володю вижу. Вы говорили, что он уедет в лагерь. Он еще не уехал. Я не отпустил его пока. Потому что холодная погода, там делать нечего. А здесь он нужен. Нужен каждый день. Мы то дрова пилим, то книги тут сортируем, перевязываем, подписываем, готовим. Потому что там будет некогда этим заниматься. Не забывай, что 2-го числа мы в консульство в Великобритании должны быть на собеседовании. Чтобы Господь расположил их сердца. Это 2-го мая, значит? 2-го мая. А вот дальше уже, ну, дадут, не дадут, мы не знаем. Теперь ехать не ехать через Украину. Но мы транзитом идем. Там закон какой-то вышел. Не запускать от 16 до 60 лет. То есть одного меня пропустят. А, вот, кстати, да, да. Вот эту информацию я вам тоже хотел сказать. У меня там знакомая Оксана Стрелкова в Украину. Ну, она из Кирова, сама русская она. Из Кирова уехала туда еще до этих событий, до Майдана. И там у нее просто по наследству дом какой-то там оставался. И она вот эти вот вопросы решала. А потом нашла мужа там гражданского. И там живет. И вот так ездит. То туда, то сюда. А здесь квартира она детям. В общем, они подросли, женились, там замуж вышли тоже. И она, ей приходится туда-сюда ездить постоянно через границу. Там какой-то определенные дни. Сколько ты дней пробыл. Надо опять брать визу. Опять разрешение. Так как она иностранкой является. И я у нее тоже спросил. Я говорю, как у вас обстановка сейчас. Как там на Украине проехать можно ли, чего. Она те же самые слова сказала. Говорит, с 18 или там с 16 до 60 лет никаких мужчин не пропускают. Ни верующих там книги или что ли они везут. Очень строго. Говорит, нам, женщинам, уже тяжело стало вот с этими пропускными режимами ехать. Я говорю, ну они транзитом едут. Я говорю, им просто проехать дальше надо. А она говорит, не знаю, очень трудное положение, очень трудное. Ну она не знает, иначе тогда вообще-то не в Болгарию никуда не попасть. Это уже международное дело. Она нам, Украина, там на пути просто стоит. Ну в один день ее прошмыгнем и все. Тысяча километров позади. Ну да, ну будем молиться. Будем молиться. Ну если ничего нет, до свидания. Все, спаси Господи, спаси Христос. Так, как там ваш этот друг-то татарин? А он пока переваривает, он пока еще это, это все, пока. Ну ничего, он это, остался доволен знакомством и вот той беседой. Остался доволен очень. Хорошо, до свидания. С Богом. Всего доброго. Всем большой поклон. С праздником. Христос воскресе. Воисте воскресе. Воисте воскресе. Спаси Господи. Слава Христосу. Аллилуйя. Аллилуйя. Ну что? Давай.